Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодня есть определенный момент, точнее, определенное такое, знаете, состояние, когда хочется взять, достать с полки свой старый диктофон, подключить камеру и что-то рассказать. Рассказать, на самом деле, что-то важное для кого-то, в принципе, абсолютно ненужное и скучное, это может показаться, но все-таки это, правда, подкаст, часть вторая. Вот это подкаст, подкаст, подкаст. Очень хреново на телефоне делать заставки, поэтому, ну, типа, представьте, что она тут есть. Договорились? Отлично, спасибо. Так вот, сегодня какие-то темы для разговора, знаете, у меня были в голове уже, на самом деле, больше недели, и в основном они очень дурные, и мы их уже обсудили, ну, крайней мере, упомянули в новостях. Сегодняшних на киндо-медиа, в частности, новость первая, говоря о наших чиновниках, о том, что, насколько это все очень печально, в частности, образование и вообще понимание всего мира, того, что они происходят. И вопрос, когда же это все выродится-то, да, грубовато, на самом деле, но никого я не оскорбляю, я в том же хочу понять, почему у них такое в головах. Все началось с того, что буквально неделю назад один из чиновников, я даже фамилию не буду упоминать, потому что бессмысленно, вы все равно забудете, она вам не нужна. Просто сам факт, инцидент хочется обсудить без всяких таких конкретик. Ну, потому что конкретики их полно в интернете. Сказал, что надо Майнкрафт засветить, запретить, потому что там, ну, убийство кровь-кишки. Он увидел в библиотеке детей, играющих непосредственно в Майнкрафт, и такой, типа, о, дети, что это такое? Мы такие-то Майнкрафт-кишки на мобильных устройствах. Убийство и прочее звездец. Они такой, боже, это ужасно, я депутат, мне надо срочно что-то делать. Ой, в стране беда, дети играют в Майнкрафт. Это очень ужасно, это прям... А потом оказалось, что это Варкрафт. Да, кстати, на самом деле, я говорю, монтируюсь телефона, поэтому считайте, что все визуальные эффекты, я говорю, это ваше воображение, и моя убогая попытка воссоздать их в виде своих звуков, поэтому... Спасибо. Так вот, и в итоге это оказалось Варкрафт, в который дети играли на планшетах, в который дети играли на телефонах. Ну и понятно, что, как говорится, крышечка, как говорится, грушочек, не вури, совсем не вури. А получается тот факт того, что, на самом деле, ну, депутат, грубо говоря, запутался в своих показаниях, и только непонятно стало, от чего же он там хотел. Толпы непонят... Толпы... Адекватных... Боже, мне даже смешно, толпы адекватных родителей сказали, что надо запретить Майнкрафт, игры вызывают агрессию, это все очень плохо. Ну, короче, как всегда, вы поняли, да? Особенно эта новость мне очень нравится в связи с тем, что буквально там объявили, что игровая зависимость — это болезнь и все прочее. Ну, в общем говоря, всем, хотя... Все хотят, знаете, от такого поганенького хайпа... Господи, каждый раз, когда я называю это слово, поверьте, после подкаста я иду, и рот смыломоет. Вот они вот делают вот так. Ну, бог им судья, на самом деле, потому как... Ну, это полнозвездец, и я даже не знаю, насколько долго это все будет продолжаться у нас. Hello, Darsity is my friend. Так вот, ладно, не будем о грустном. Или нет, все еще будем. Сегодня вышла пятая серия сериала «Чернобыль», мини-сериала от HBO, в котором показали тяжелый труд ликвидаторов. Это чудовищные катастрофы. И кто меня уже очень давно знает, и на стримах бывает, вы знаете, насколько я сильно отношусь к тебе, как сказать, не то, что даже уже с большим интересом, а с большим уважением ко всему, что там происходит. Мы очень много смотрели и материала документального по Чернобылю, и смотрели вылазки такого блогера, как МШ. Андрей, здравствуй. Спасибо тебе за все прекрасный контент в зону отчуждения. И очень-очень-очень много всеразличного материала. Когда я вообще узнал, что будет сниматься сериал, я думал, ну, типа, ну да, это HBO, но как обычно начнется с суперклюквы и все прочего. И, знаете, да, клюква была. Да, ее было довольно-таки в некоторых моментах, но перегибали палку. Не буду спойлерить, если, может быть, кто не смотрел, вы сами все поймете, вы люди не глупые. Ну, там очень очевидные вещи, которым можно было это избежать в сериале, но для драматизма, видать, их добавили. Ну, так или иначе, чувак, который писал сценарии, он писал сценарий для комедий. Чтобы вы понимали, чувак снял очень страшное кино. Он снимал что-то там «Мальчишник в Вегасе» второй. Ну, в общем, комедии взялся за серьезную тему Чернобыля. То есть, как я вообще воспринимаю после просмотра и, допустим, информации о нем, человека настолько эта катастрофа поразила, настолько сильно зацепила его, затронула, что он собрал, не знаю, всю свою волю в кулак и сделал очень крутой сценарий. Я говорю, клюквы не избежать, но она там адекватна. Ну, как адекватна? В принципе, очень терпима. Потому как, ну, такое уж представление. Хотя, опять же, говорить о том, что таких моментов не было, ну, конечно же, не было там. Я говорю, были переборы. Ладно, один момент скажу с вертолетом, был связанный с серией. Я тебя отсюда выброшу, товарищ. Это бред, конечно, но... Детализация, что меня больше всего поразило, и драматизм, который нагоняет каждая серия, ну, вот, заставляла замен... Ну, вот, просто, я не знаю, я помню, первые две посмотрел, три. По-моему, три скопа мне посмотрел. И вот... То есть, вот так, знаете, каждая серия. Задержал дыхание, выдохнул через час. Такой, думаю, блин, ну, ну, как, как вообще настолько можно передать? То есть, так или иначе, в сериале есть какие-то линии абсолютно всех ученых, политиков, ликвидаторов, шахтеров, работников станции. То есть, каждый через себя переп... Как сказать, пропустил все, что там происходило. Каждый главный герой. Это было очень серьезно. Ну, это очень сильно. Я до сих пор не могу отделаться от ощущения, что я как будто сам там понемногу побывал. Радиация вообще дичайшая страшная вещь в современном мире. Все это прекрасно знают, но... и очень об этом забывают, меряясь ракетами. Угу. Один неверный шаг. Может случиться что-то страшное подобное. А самое главное, в конце я понял, насколько человек, в принципе, может переосилить все... Ну, все то, что есть выше него, и сказать правду. То есть, самое тяжелое, что это, это правда. Ну, не знаю, я... Сейчас, конечно, покажусь вам дико сентиментально. Наверное, и так и есть, потому что, ну, прям с годами прям вот что-то задевает меня эти вот эти тонкие стронки души, но я прям в конце сидел, когда цифры, ну, ликвидации о главных героях показывали фотографии документальные. Я не знаю, я прям вот, знаете, проследился. По-хорошему так, знаете, потому что так или иначе мою семью это тоже затронуло. То есть, у нас в семье есть один из ликвидаторов. Человек лишился сейчас полностью зрения, онкологии его вылечили, но человек остался без зрения. И это... Ну, это вот факт. Такой вот. В каждом городе, что я бывал, а я побывал во многих городах, ребят, даже в нас на Виномыске есть стела память ликвидаторам Чернобыля. Вся страна помнит такую страшную ошибку, и никто не забывает из того поколения. А современному поколению, надеюсь, этого, ну, как-то нужно помнить, но ни в коем случае не переживаю, ну, желаю, чтобы этого не было. Никто не должен такое пережить. ну, сериал заставил... Я как... Я уже не говорю просто про рейтинги, я говорю просто про эмоции. Он, ну, вывел людей на эмоцию. Мало кто знал его на Западе из-за того, что пропаганда действовала сильно, что там происходило, и мало кто интересовался. Сериал показал это максимально возможно, показал, насколько это страшно. Возможно, люди призадумаются сильнее, а не только циферки в рейтинге IMDb что-то будут говорить. Вот. Что еще в сегодняшнем бородатом подкасте? О! Сегодня вечер был в импульсивных поступках. Про импульсивные поступки поговорить хотел вам. Один из них, я не знаю, мне получится, не получится оставить. Он сейчас находится на моей шее. Я обзавелся новой татуировкой. Да. И больше это связано с одним человеком, точнее, конкретно с его творчеством. Сейчас у меня в жизни не самый такой легкий период. И хочется и выговориться, и поговорить непосредственно с вами, и получать больше фидбэк от людей, с которыми я уже очень давно не виделся непосредственно на просторах Ютуба. Связан он с буквально 25 мая я был на концерте прекрасной Елены Войнаровской, а 26-го я уже улетел на юг, на Кавказ, у меня тут очень много дел, которые нужно решить за этот месяц. Вот, и если бы, наверное, это не концерт, я бы, вот, честно сказать вам, просто бы, наверное, все эти полторы недели я ходил бы, ну, просто он лишен говном. Это у меня бы не хватит, ну, говоря о том, что вот здесь там в час ночи не пойти спать от усталости, а записать подкаст или просто там походить, ходить, ходить, что-то делать, это вообще даже, ну, речи не идет, я просто бы, на самом деле, вырубился, упал и все, спать. До свидания. Так вот, ну, и вот, я говорю, если мне по идее только-така, такая вот датуировка, интерпретировать ее можно по многому, это и двойной знак бесконечности, и четырех листных клевер, и вы, наверное, сами все поняли из-за имени фамилии. Ну, в общем, это мой один из импульсивных поступков, но я не капельки, ну, типа, не, как сказать, знаете, там, не пожалею бы, в этом. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что произошло, я делился с этим малым количеством, ну, с малым количеством людей, и мы после концерта дождались, Елена раздавала там подписи, встретилась со своими непосредственно слушателями, концерт был не такой, знаете, это огромный, это не, это не популярный такой исполнитель, знаете, на уровне металлики, где-то, 5000 человек, это был очень уютный, теплый зал, можно сказать, очень семейный зал, где были, ну, смотря на лица людей, можно было понять, что это люди свои, то есть они не пришли откуда-то там вот так лево, о чем говорить, ребят, случай, про который произошел, что на этом концерте рядом со мной мой зритель, в смысле, сидел, стоял, стоял, и он, ну, постеснялся там привет, пофотографироваться, да, вот у меня такие зрители стесняшки, которые даже в мой инстаграм не заходят, а я там, между прочим, очень много все интересного выкладываю, не делайте так, там инстаграм, по ссылке внизу, вот, представляете, даже вот в огромной Москве на концерте Елены Войтаровской был мой зритель, человек, который приходит ко мне на эфир, и это, ну, я говорю, это говорит о многом, что этот человек, куда мы пришли вместе с ним, это такой, такая точка соприкосновения, которая, ну, не знаю, как это описать, любви, не знаю, тепла, открытости, после концерта мы увидели с ней, и я сказал дословно следующее, Елена, спасибо вам большое за то, что из 31 года моей жизни 18 лет вы со мной, я вас очень сильно люблю, ваше творчество, она посмотрела на меня, и взгляд, поверьте, я запомнил, а потом взяла мои руки, обняла их, знаете, вот как вот положила в свои ладошки и обняла мои руки, сказала, ну, спасибо, я понимаю, это очень глупо, но, когда ты больше половины жизни даешь себя, точнее, нет, живешь с музыкой этого человека, с ее песнями, с творчеством, это много, значит, и для меня вот этот момент был, что, типа, что бы там ни случилось в дальнейшем, все будет хорошо, но так или иначе, по-другому быть не может, я переступил себя и признался человеку, которого я совершенно не знаю, как, ну, можно сказать, ну, вот она меня в первый раз видит, я ждал любую реакцию, но это было волшебно, это было очень здорово, и мне хочется за этот миг оставить вот на долгую память, поэтому как-то вот мой импульс с этой татуировкой, ну, понимаете, ребят, гравировки и прочее, там можно сделать было футболку, но вот я вот посчитал, что, ну, коль тут уже вот началось все, почему бы и не продолжить, а второй мой сегодняшний импульс не такой романтичный, но все-таки я должен вам рассказать, и я побывал сегодня вечером, мне, говорю, очень, очень, у меня все прям последние дни вот прям в комок-комок, все очень активно, побывал на фильме Годзилла 2 Гороль монстров, ребята, я сразу скажу, я очень люблю Годзиллу, кассеты, игрушки, наклейки, майка даже была, в общем, было все в детстве, я помню, самый главный тот факт, что кассету с Годзиллой, две версии, японскую и американскую, которая вторая была, хоть и забавная, но, честно сказать, очень посредственная, если уже, ну, более старшим вдаваясь подробностям, я уже про мультик не говорю, который по ней сняли, ну, в целом, было неплохо, но вторая часть, я такого эпика не ожидал, я в шоке, я правда в шоке, я думал, ну, будет отвратный сюжет, я не угадал, отвратная графика, я не угадал, отвратные бои, я не угадал, там было все идеально, там было идеально настолько, что я вышел из сеанса такой, первая часть, согласен, была относительно сложной для восприятия, но вторую часть они сделали просто бомбически, я кайфанул, Godzilla 2, идите, потому что я пропустил Junior Week 3, а Godzilla 2 я не мог пропустить, поэтому бегите все обязательно смотреть, ну, если, конечно, вы такой же фанат, как и я, Godzilla, импульсы, импульсы, они вообще, в принципе, повсюду, и вот два импульсных поступка, внезапно сходить в кинотеатр и набить татуировку в один день, это очень клево, хотя вы знаете, почему для меня такое событие кинотеатра, потому что я в них хожу очень редко в последнее время, а за полгода в Москве я сходил один раз только на Мстителей, и то уже потому что это был третий день и спойлерами был завален абсолютно интернет-пространство, я понял, что после съемок мы с ребятами собрались и ночью поехали смотреть, потому что другого выпора у нас просто нету, беремене другого мы просто не нашли, ну вот, мы решили так и правильно сделали, кстати. Слушайте, ну, столько событий, столько историй я вам сегодня рассказал, ну, вот, не хочу больше затягивать, потому как, но хочу спросить ваше мнение, а если будут подкасты чуть подольше, и я их буду выкладывать, например, там, ну, не знаю, каких-то аудиоустройств, потому что поболтать я могу гораздо дольше, но в формате видео они смотрятся гораздо сложнее, как мне кажется, вот, так что не стесняйтесь, можете мне рассказать об этом, ну, типа, чувак, давай, ну, ты понимаешь, часик подкаста, давай, мы послушаем, я буду под тебя засыпать, это будет замечательно, бубни, бубни, и я уснул, кстати, кто засыпает подкасты, я, это я, только я их поэтому стараюсь слушать где-то в другом месте и не перед сном, ну, иногда они прямо действительно бывают интересные, я не про свои, у меня больше подкасты атмосферика, нежели чем какого-то фактовика, есть такое слово, ну, не знаю, ну, вы поняли, я делюсь своими эмоциями, нежели чем какими-то датами, цифрами, хотя я буду я с вами этими, как там, что еще, что еще, есть пруф, а если найду, ну, нет, это, само собой, я не буду говорить о том, чего не существует, я же не буду придумывать, нападу новости, ну, ладно, ладно, все, это уже демококия, это уже вам не нравится, это уже выключили, уже видос, в любом случае, спасибо, что посмотрели, поделился я с вами самим сокровенным, что у меня тут накопилось, бородоты подкасты будут продолжаться, если они вам будут приносить позитивные эмоции, а с вами был Юга, специально для вас, до связи, пока-пока, Продолжение следует...